Дворца детского творчества 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 предприятия, принимали участие в строительстве дворца. Потому что в 1936 году, когда дворец был открыт, здание располагалось в парке городском. Это деревянное такое красивое здание, где сейчас находится научно-методический центр народного творчества. Но, естественно, время шло, детей становилось больше, и места для занятий не хватало. И вот тогда было принято решение построить новое здание, специальное здание такое по проекту Антипова. Насколько я знаю, что такое здание есть еще в Орле только у нас в России. Но наше здание выигрывает тем, что оно стоит на бугорке и выглядит действительно настоящим дворцом. В разговоре вы упомянули, что в афишах 1942 года. Это значит, что даже война не приостановила работу? Да. Во время войны ни один кружок не закрывался. Проходила смена педагогов, потому что многие мужчины, которые работали во дворце, уходили на фронт. И вот я не сказала, что с 1941 года директором дворца была назначена Клавдия Дмитриевна Денисова. Она проработала директором 30 лет. То есть она и строила это современное здание 1957 года. Во время войны все кружки работали под девизом, как и вся страна. Все для фронта, все для победы. Ребята выполняли даже серьезные задания. Вот, например, девочки из кружков вышивки, шитья, шили теплые безрукавки. Они после школы приходили, по нескольких часов работали и даже получали дополнительно за это карточки продовольственные на 200 граммов хлеба. Получается, что за эти 80 лет дворец вообще не прекращал свою работу? Нет. Ни в какой период? Даже в годы перестройки? Нет, нет, что вы. В годы перестройки, наоборот, получилось, что мы получили пристройку к дворцу. В 1993 году к дворцу было пристроено большое здание, где размещается спортивный зал и бассейн. То есть, наоборот, расширились возможности дворца, особенно по занятиям физической культуры и спорту для детей. Зал хореографии в этом же новом здании в пристройке был. То есть, получилась как бы вот эта буква «П» нашего дворца закольцевалась, и у нас получился хороший такой большой комплекс, где и спорт, и творчество, развитие. То есть, все условия для того, чтобы каждый ребенок смог развить свои творческие способности, заниматься физической культурой, спортом, заниматься развитием интеллектуальных своих способностей. 80 лет – целая жизнь. За это время уже и страна изменилась, и пионеров уже нет, к сожалению, наверное. Как изменилась или, может быть, наоборот, не изменилась работа дворца? Нет, работа дворца, конечно, изменилась. Но что касается пионеров, пионеры, в общем-то, есть в городе Рязань, есть организации. Ну, просто как бы дворец сейчас не занимается непосредственно вот с пионерами. А в 70-е, 80-е годы эта работа была активна. В общем, из 80 лет, которые вот дворец существует, вот я скажу, я 41 год проработала в дворце. Я прошла его еще ребенком, то есть я ходила на занятия кружка, в хор ходила, в пионерский штаб ходила. Потом я работала вожатой в школе и ходила во дворец уже на занятия, на семинарские такие, когда нас учили, как организовать работу в пионерской дружине и так далее. Проходили смотр знаменных групп. А потом вот в 75-м году я пришла уже работать во дворец как методист. И методистом работала, и замдиректора по методической работе была, сейчас руководитель структурного разделения. Конечно, каждое время вносят свои изменения, но работа с детьми, ну, наверное, какие-то изменения действительно были. Но в основном все условия для того, чтобы каждый ребенок смог найти занятия по душе, каждый ребенок смог социализироваться как-то в обществе и, возможно, даже выбрать свою будущую профессию. Потому что за 80 лет из стен дворца вышло столько детей, которые уже потом своих детей и внуков привели сюда на занятия к нам во дворец. Ну и еще такое сказать, что где-то каждый третий примерно педагог дворца – это бывший его воспитанник. А уж самый яркий пример – это танцевально-спортивный клуб «Солнечный ритм». Там практически все педагоги – это выпускники вот этого танцевально-спортивного клуба. Вот интересно, в неодное десятилетие там дети за это время меняются? В общем-то да, и дети тоже меняются. Время накладывает, наверное, свой отпечаток. Если раньше сравнить, вот очень много детей приходило заниматься прикладным им видом спорта, прикладным творчеством. Спортивные кружки тоже, конечно, были, несмотря на то, что зал спортивный был маленький. Был большой хор, был ансамбль пионерской песни и пляски. То сейчас, конечно, больше детей приходит заниматься, так сказать, больше интеллектуальным своим развитием. Это клуб английского языка, компьютерный. Но мы сохраняем традиции. Хореография у нас по-прежнему пользуется очень большим спросом. И даже не всегда педагоги могут принять всех желающих детей. То есть проходит какой-то отбор, чтобы посмотреть там и чувство ритма, и гибкость какую-то. Стараемся, конечно, никого не обидеть, но, к сожалению, дворец не резиновый. А детей становится с каждым годом все больше и больше. Если вспомнить годы, когда я пришла на работу, всего было 60 с небольшим сотрудников дворца. Сейчас у нас уже более 200 сотрудников дворца. И детей стало на порядок больше. Потому что в детских объединениях, спортивных, творческих занимается около 6 тысяч детей. У нас нет ни одного выходного дня. Дорец работает с 8 и до 9 каждый день. У нас летом не прекращаются занятия. У нас есть замечательные центры. Это смена, лагерь детский оздоровительный. Это наше структурное подразделение. И центр Исток, где дети летом продолжают и обучаться, и заниматься, и развиваться, и отдыхать в том числе. День рождения – это, наверное, то время, когда все подводят итоги и строят какие-то планы на будущее. Вот что у вас с планами? С планами? Планов много, конечно. Потому что грядут вообще изменения в дополнительном образовании. Но надо отдать должное, что впервые дополнительное образование, во-первых, в законе об образовании обозначено как дополнительное образование. Раньше в таких серьезных документах дополнительное образование как-то уходило. Теперь мы значимся. То есть внимание со стороны правительства, со стороны министерства образования как бы усиливается. Есть концепция развития дополнительного образования до 2020 года. В связи с этим грядут изменения и в образовательных программах, которые дворец реализует. А у нас их 86 программ разной направленности. И долгосрочные, и краткосрочные, общеразвивающие, и практически предпрофессиональные. Надо менять программы, вносить что-то новое, открывать новые объединения. Ну и, наверное, работать еще и с кадрами. Сейчас встает вопрос о развитии технического творчества. Конечно, не совсем у нас база позволяет, но мы будем стараться открывать по возможности какие-то объединения, чтобы развивать ум, мышление. Ну, мы желаем вам удачи. Благодарим вас за ту работу, которую вы проводите с нашими детьми. И благодарим за то, что сегодня пришли к нам в студию. Спасибо. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok